Разрешите представить Ваше внимание небольшой доклад об опыте использования отезолизума при лечении мелкоклеточного рака легкого. Несмотря на то, что мы все обсуждали не мелкоклеточный, у нас пациент 57 года рождения с мелкоклеточным раком легкого четвертой стадии с изменениями в правое легкое с инвазией в средостение, в первое ребро, метастазы медиастинальные лимфатические узлы, надключичные лимфозы и метастазом головной мозг был выявлен в 2020 году в августе месяце. У пациента известно, что есть сопутствующие заболевания. Пациент у нас лечился в нашем же диспансере с раком восходящего отдела ободочной кишки 3-я B стадия. Тогда была ему выполнена правосторонняя гемиколоктомия, в дальнейшем пациент наблюдался. В послеоперационном периоде, к сожалению, у пациента возникла тромбоэболия мелких ветвей легочной артерии с развитием правосторонней полисегментарной пневмонии. Все разрешилось благополучно. Пациент страдает ишемической болезнью сердца, стенокардии напряжения с функциональным классом 1, дислепитемия. Перенес пациент в 2009 году острое нарушение мозгового кровообращения. Это вследствие того, что он страдал гипертонической болезнью 3-й степени с риском 4. Из анамнеза также нам известно, какие были жалобы у пациента. Во-первых, у него появилось анимение 3-го, 4-го и 5-го пальцев правой руки. Они появились у него в 2019 году, в апреле месяца. Он периодически проходил курсовое лечение у невролога по месту жительства. Лечение получалось, в принципе, удовлетворительно, с каким-то эффектом проводилось. В апреле же, когда он впервые обратился к докторам, флюорография была ему выполнена, никаких образований не выявлено, все было в норме. В мае 2020 года появилось нарастание данных симптомов. Доктора по месту жительства, естественно, обратились опять же за диагностикой. Флюорография грудной клетки была выполнена и направлена на рентгенографию органов грудной клетки. Выявили опухоль пенкоста справа. Хочется добавить, что с 2016 года по июнь 2018 года пациент наблюдался у колопроктолога в нашем диспансере. Ну а далее уже по каким-то своим собственным причинам он не являлся. Какие же были исходные данные у нашего пациента на июль 2020 года? Состояние его было удовлетворительное, но и КОК мы оценили все-таки как два. У него беспокоила слабость второй степени, были боли в правой руке, в грудной клетке, в шее с радиацией в шею до третьей степени. Пациент получал тромодол и в какое-то время еще использовались наркотические анальгетики. Было ограничение в движении правоплечевого сустава, одышка беспокоила пациента до второй степени. Гемоглобин и лейкоциты были в норме. Из лабораторных показателей, на что обратили внимание, единственное, это чуть ниже нормы снижения общего белка. Тереотропная панель до начала лечения все показатели были в норме. По компьютерной диагностике от мая 2020 года, то есть это на начало диагностики и перед стартом лечения, у пациента в верхней доле левого легкого было образование 87 на 34 миллиметра. Обхоль была инвазия в верхнюю полую вену, деструкция первого ребра, опухоль прилегает к трахее. Также в задних отделах верхней доли и поплевре многочисленные узловые образования до 16 миллиметров. На КТ головного мозга, данное исследование было выполнено у пациента по месту жительства, были выявлены множные очаговые образования в обеих гемисферах большого мозга мозолистом теле до 34-36 миллиметров. Снимки, к сожалению, нам не удалось найти, потому что они не были нам предоставлены. Таким образом, пациенту был еще установлен диагноз морфологический. Данный метод диагностики потребовалось достаточно много времени. Мы видим, что практически полмесяца гистологи нам с помощью иммуногистохимических исследований наконец-то поставили диагноз пациенту метастаз комбинированного мелкоклеточного рака легкого. И здесь у нас вопрос для голосования. Вопрос для голосования. Напомню, что у нас пациент в четвертой стадии рака легкого с инвазией в средостение, в первое ребро, с инвазией с метастазами в верхнюю долю правого легкого, с метастазами по плевре, с метастазами в головной мозг. У пациента гистологический мелкоклеточный рак легкого. Прошу выбрать варианты ответов, чтобы можно было бы назначить данному пациенту как первой линии. Либо это одновременная химия лучевая терапия, либо просто химия терапия, либо химия иммунной терапии в комбинации, либо иммунной терапии, как в монорежиме. Здесь, наверное, у меня был бы вопрос, как строго стоит придерживаться клиническим рекомендациям, в которых указано, что при наличии метастаза в головной мозг мелкоклеточный рак легкого не во всех случаях рекомендуется использовать иммунную терапию. От нее рекомендуют воздержаться. Спасибо большое всем проголосовавшим. Мы сделали, как и большинство, мы приступили к химии и иммунной терапии. Дополнение мы еще сделали. Начали курс золидроновой кислоты, остеомодифицирующей агенты, так как было поражение костей, первая реброза действована с болевым синдромом. И 6 августа мы начали первый курс химиотерапии, это ЕП, карбоплотинтопозит и отезолизумаб. Пациент получал данное лечение. Здесь как подыток, что в июле была диагностика биопсия и, к сожалению, длительный период ожидания, когда поставят диагноз. Наконец-то пациент начал получать лечение. После 4 курсов данной терапии, то есть иммунной терапии, химиотерапии и остеомодифицирующие агенты, пациент был у нас в удовлетворительном состоянии. У него уменьшилась слабость до первой степени. Болевой синдром его уже беспокоил только первой степени. То есть он отказался от наркотических анальгетиков, от травмодола. Боли в шее вообще не беспокоили. А дышка уменьшилась до первой степени. Рука стала у пациента двигаться. Из показателей крови на 4 курсе можно было бы обратить внимание на небольшое снижение уровня гемоглобина и на снижение нейтрофилов. Это, скорее всего, что естественно. Общий белок нормализовался. Показатели тиреотропной панели у нас норма. И до, и в процессе лечения. По результатам обследования мы видим на снимочках КТ, что опухолевый процесс в верхней доле левого легкого уменьшился. Был 87 на 34 и стал 84 на 28 мм. Но сохраняется инвазия, деструкция ребра. В задних отделах верхней доли и по плевре образование уменьшились. К сожалению, так сильно были 16, стали 15 мм. По головному мозгу. В нашем диспансере пациенту было выполнено МРТ-исследование. Зарегистрировано образование 38 на 35 мм и 21 на 21. С перифокальным отеком в височной доле 6 на 5 мм. Сравнить исследование МРТ и КТ, наверное, было бы неправильно. Поэтому динамику нам не отразить. По клинической картине пациента никаких жалок не предъявлял на процессы в головном мозге. И таким образом пациент на протяжении уже небольшого времени получил 4 курса химиотерапии в комбинации с отезолюзумабом. Проведено ему было таких 4 курса за 2 месяца. И здесь у нас следующий вопрос для голосования. Как бы поступить в данной ситуации? Можно запустить голосование? Спасибо большое. В данной ситуации как стоило бы поступить? Напомню, что у нас пациент 4 стадии рака лёгкого с метастазом головной мозг, гистологический мелкоклеточный рак лёгкого. Какой бы вариант мы выбрали? Либо это консолидирующая лучевую терапию на первичный очаг, либо продолжение химии иммунотерапии до 6 курсов, либо проведение лучевой терапии только на головной мозг, или продолжить иммунотерапию уже в поддерживающем режиме. Какие варианты лечения могли бы быть? Голосование идёт. Голоса распределились равномерно, сколько я вижу, да? Да. А вот опция лучевая терапия и продолжение химии иммунотерапии не рассматривали? Вот, наверное, надо было бы эту опцию ещё одну пятую добавить. Да, у вас возник вопрос, да? Наверное, все были бы за. Тогда бы не было бы такого интереса. По стандартам, по рекомендациям международным, только если частичный полный регресс, то получается, ну, профилактически, да, получается головной мозг. У нас получается стабилизация. Да, лечебная лучевая терапия, да, должна быть, да. Потому что на головной мозг, конечно, хотелось бы какое-то воздействие, да, всё-таки оказать. Да. Так как у нас получили мы стабилизацию, мы, учитывая, так, тут у нас продолжили пациенту иммунотерапию в поддерживающем режиме, плюс залидронную кислоту в продолжение, учитывая клинические рекомендации, которые у нас были на тот момент. И вот на период пяти курсов, на март вот этого года, состояние пациента удовлетворительно, болевой синдром его не беспокоит, только единственная слабость, которая, естественно, наверное, у многих пациентов есть. По показателям крови у него сейчас всё в порядке, гемоглобин до 140, нитрофилы в норме, белок абсолютно в нормальных пределах, териотропная панель у него в нормальных пределах. Пациент себя удовлетворительно чувствует, продолжает лечение. На прошлой неделе мы сделали уже шестой курс поддерживающий терапию иммунотерапии. Компьютерная диагностика была в феврале, то есть на пятый курс оценка проведена. Здесь у нас уже опухольный процесс уменьшился уже до 67 мм. Напомню, что он изначально был 87. Уже инвазии нам не описывают КТ-диагносты. В задних отделах образования уменьшились и поплеврят до 5 мм. То есть мы здесь уже добились, наверное, частичной регрессии. Если оценивать по рецессу, то это так и есть. И для наглядности, вот картинки, динамика опухолевого процесса. Первое слева – это у нас до лечения, в процессе лечения и на поддерживающий терапию. Практически опухолевый процесс тоникой линейки простирается. По колонному мозгу образования уменьшились. С теми на затылочной области справа были 38, 35, стали 26 на 25. Лобные доли справа уменьшились до 15 на 12, были 21. И по КТ, которые были предыдущие исследования, мы можем сравнивать, если только с ними, то изначально они описывались как 34 на 36 мм, 17 на 13. Это были исходные данные КТ. КТ и МРТ мы, наверное, не сравниваем. И динамика метастазов головного мозга в процессе лечения, то есть картинка во время 4 курсов лечения и данные после уже 5 курсов поддерживающей терапии и монотерапии. Видно, что локальный эффект есть также. Пациент себя чувствует на протяжении уже длительного времени. Все у него прекрасно, эффект лечения есть. Напомню, что это мелкоклеточный рак легкого, при котором выживаемость не такая хорошая и высокая. Пациент сохраняет свою жизнь, дееспособность, он радует семью. И вот по динамике, если столбиковой диаграммы, для наглядности можно увидеть, что образование суммарной очаги легком от 103 уменьшилось до 72. Это практически частичный регресс. И метастазы в головной мозг мы оцениваем также. С 38 до 26 мм уменьшения. Какие же можно было бы сделать выводы, что при использовании данной комбинации улучшается общая клиническая картина и довольно-таки хорошая переносимость данной схемы лечения. Высокая эффективность. Уменьшение опухолиомассы практически на 30%. Контроль за заболеванием мы уже держим практически 8 месяцев. Ну и, наверное, можно отметить, что комбинация карбоплотин-допозит и отезолюзумаб все-таки это новый стандарт терапии мелкоклеточного рака легкого. Спасибо большое за внимание.